Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что, часто меня спрашивают, возможно, потому что я записываю контент также о минимализме. Я на минимальное количество одежды, каково может быть, и минимальное количество обуви, каким вы его себе представляете. Сегодня я покажу вам то минимальное количество обуви, прежде всего речь пойдет об обуви конкретного типа. Это белые кроссовки, это туфли на небольшом широком каблуке, определенная модель, это также макосины. И опционально любая яркая обувь, в моем случае это будут яркие балетки, а также обувь на каблуке, которая действительно не всем нужна и не во всякий период жизни нам может понадобиться. Это действительно минимальный набор обуви, которым может обойтись любая модница. Но при этом эта обувь мега супер, как я люблю говорить, функциональная. На самом деле она подходит подо всем. Итак, начнем. Я начну с белой юбки и со свитера, который, конечно же, заправляю, чтобы поменять пропорции, чтобы верхнюю часть туловища сделать еще меньше. Опс, на меня падает картина. На все живы здоровы. И удлинить нижнюю часть. Пользуйтесь всегда этим приемом, если талия у вас достаточно выраженная. Первыми идут в ход мои белые кроссовки. Я купила их в Алипере. Это супермаркет, который, возможно, есть и в вашем городе. Очень часто туда привозят остатки из каких-то классных, либо не очень, магазинов. Подобную обувь в Италии можно купить за 10 евро на любом рынке. И это полукеды. Очень часто в своих видео я называю эту обувь кедами, что некорректно. Кеды фигурировали в прошлом видео, они чуть выше. Это, конечно же, полукеды. Я очень люблю полукеды именно на весну. Потому что с верхней одежды, из хлопка, с тренчем, с пальто, с пыльником, любая ветровка сюда может подойти, дождевик также. Белые кроссовки смотрятся очень хорошо. Они, на самом деле, мысленно отсылают к яхтингу, а также к некому летнему спорту. Поэтому имейте в виду, что вот такие белые полукеды, именно тряпичные, что тоже немаловажно. Но вы, на самом деле, можете взять любые из кожзама, либо кожаные, если вам повезет такие найти, что очень сложно. Но самое главное, что эти кроссовки, полукеды, они должны быть исключительно белыми, без всяких рисунков. Ну что, следующий образ, который я примеряю, будет с джинсами. И несмотря на то, что я показала белую футболку, все-таки я решила примерить со свитером. И могу сказать, что здесь мои аутфиты начинают меня разочаровывать, но я не вижу себя, когда снимаю, потому что я не вижу себя. Потому что я в камеру себя смотрю, там очень маленький экран. Вот это пример образа, который не очень хорошо построен по принципу контрастности. Здесь все сливается, и вот такие темные джинсы очень невыигрышно смотрятся, вот с таким пиджаком. Он должен быть либо гораздо-гораздо светлее, либо джинсы должны быть светлее, а пиджак должен быть темнее. Что ж, я все это меряю с яркой обувью. Повторюсь, яркая обувь может быть любая. Это могут быть яркие полукеды. Есть очень красивые спортивные варианты. Полностью красные, подошва красная, и текстиль красный. И также, как я всегда говорю, не забывайте про ремень. Я всегда сама забываю, продеваю ремень. Сюда нужен ремень чуть-чуть пошире, но я не могу найти свой широкий ремень, точнее от него пряжку. И посмотрите, как уже с пальто, потому что есть большая контрастность. Посмотрите, как с пальто этот образ, на мой взгляд, выглядит гораздо-гораздо лучше, чем с пиджаком, тот, что я показала накануне. Пожалуйста, смотрите на себя в зеркало, делайте такие примерки, тем более сейчас у всех очень много времени. И вы сами начнете видеть. И очень часто в начале, когда вы начинаете примерять, и когда я сама начинаю примерять и снимать, мои образы не очень удачны. И они становятся более удачными к концу видео. Потому что в этом и есть суть примерки. Вы видите, вы смотрите на конкретные вещи, вы тут же начинаете понимать, с чем они будут хорошо смотреться. Возможно, изначально вы полагали одно, а в процессе примерки ваше мнение может измениться. Ну что ж, белая футболка. Я очень люблю белую футболку совсем, в особенности со спортивными штанами, точнее с классическими штанами, со спортивными также. Ну и вот такие джинсы современного силуэта, завышенная талия. И опять тренч. Очень красиво смотрится футболка с коротким рукавом плюс тренч. Я знаю, что в России не принято так носить, больше принято, скажем так, если мы надеваем верхнюю одежду, иметь длинный рукав. Но, тем не менее, если мы посмотрим на Инстаграм, на фотографии в Пинтерест, допустим, которые очень часто берутся с Инстаграма, Инстаграм не защищен авторским правом, могу сказать, что мы увидим вот такой способ носить одежду. То есть чуть-чуть не сезонный. Но это не что иное, как приемы, трюки, как способ носить одежду. Вот таким образом я выгляжу, повторюсь, парусиновая такая обувь. Не знаю, почему я называю парусиновой, возможно, она и не парусиновая. Но, в любом случае, тряпичная обувь белого цвета, полукеды, смотрится очень хорошо с верхней одеждой любой длины из хлопка. А здесь я показываю вам трюк, который когда-то подсмотрела, уже много раз показывала, но вдруг кто-то не видел. На сайте Бербери это трюк, который можно проделать с любой двухбортной застежкой. В особенности это удобно, когда у нас длинная одежда. Часто, когда мы носим ее расстегнуты, у нас получается очень много ткани впереди. И вот таким образом можно застегнуть по обеим сторонам и получится меньше объема просто-напросто. Что ж, я надеваю каблук. Я очень люблю каблук и спортивную, скажем так, компоновку сверху. Я показывала и говорила, что один из трюков носить современную одежду, это как раз-таки к спорту добавить каблук. Но, безусловно, баланс должен быть очень-очень тонким. И я уверена, что каждый этот баланс найдет, прежде всего, сделав подобную примерку. Что ж, показываю еще раз трюк со свитером. Это именно трюк таким образом носить свитер. Никакой функциональности здесь нет и быть не может. Меняю цвет пояса. Мне кажется, он будет больше подходить. А почему, кстати, цвет белый подходит здесь больше? Потому что уже всего очень много. Есть принт на футболке, есть у меня полосатый свитер. И плюс еще цвет на аксессуаре, он слегка, и такая, опять же, пряжка на аксессуаре, он слегка разбивает образ, делает его слишком перегруженным. Поэтому я упрощаю за счет цвета белая футболка и белый пояс. И также показываю вам вот такой трюк. Но не всякий свитер подойдет, хотя очень много красивых фотографий в интернете мы можем найти. Потому что вот этот узел спереди, он иногда очень странно смотрится. И, конечно, безусловно, нужно не забывать выворачивать на правую сторону одежду. И могу сказать, что очень многие производители, например, Дисквальд, часто пришивает таким образом к своим курткам, косухам и вообще к любым укороченным курткам. К пальто также, к полупальто, точнее, также. Вот таким образом пришивает рубашку, например, делая имитацию такого способа носить одежду. В итоге я убираю свой свитер, потому что я, на самом деле, так крайне редко ношу. Потому что, опять же, очень тонкая грань между тем, что это будет смотреться хорошо и органично. И вот этой плотностью свитера, которую нужно, по большому счету, нужно каждый раз подбирать. Также и по цвету. Поэтому я не усложняю себе жизнь. Таким образом практически никогда не ношу. Но если вам нравится, почему бы нет. Итак, в дело, наконец-то, идут макосины. Макосины я очень люблю. Макосины прекрасно смотрятся с юбками. Макосины прекрасно также смотрятся с платьями, конечно же, с джинсами любого фасона, любой длины. Макосины – это очень универсальная обувь. Несмотря на то, что у меня, например, балеток больше, чем макосин, я могу сказать, что макосины я люблю всем сердцем и люблю даже их больше. И одна зрительница спросила меня, я на белые макосины. Белая обувь вообще любого, скажем так, любой формы белая обувь мега универсальна. Здесь я мерю рубашку своего мужа. Я ему уже сказала, как только она тебе надоест, пожалуйста, мне отдай. Показываю вам, как можно носить рубашку, вот таким образом не застегивая, никуда не заправляя, прежде всего, как джинсовую куртку. Единственное, что моя рубашка слишком тонкая для такого способа носить. Она должна быть чуть-чуть более плотнее. Но зато подобная неплотная ткань позволяет заправить, либо завязать на узел рубашку. И помните, что деним плюс деним. Неважно, юбка у нас из денима, либо брюки, либо, точнее, либо джинсы. Деним плюс деним это очень классное сочетание. Его редко кто использует из модниц, но это очень красиво. Что ж, надеваю яркую обувь. Повторюсь, здесь могли быть яркие макосины, здесь могли быть яркие полукеды. И яркая обувь это то, что, на мой взгляд, очень красиво, но при этом очень и очень опционально. По большому счету, на весну и на лето вполне можно обойтись. Белыми полукедами можно обойтись также макосинами, пока еще не очень жарко. И вот такой парой обуви. Ну и, возможно, сандалиями на светлом, точнее, сандалиями на низком кублоке. Но об этом видео будет, конечно же, другое. Другая подборка про летнюю обувь. А вот эти туфли, я их рассказывала про них и убеждала обратить на них внимание. В прошлом году я видела очень красивые в Страдивариусе. Это туфли, я даже не знаю, как они называются. Обращайте внимание, что нижняя полоска, которая приходится на пальцы, не должна быть очень узкой, иначе вы не сможете ходить. Но она и не должна быть очень широкой, иначе потеряется, скажем так, тонкость и изящество этой обуви. Ремешок также должен находиться на щиколотке. Он не должен находиться ниже щиколотки, и чем, скажем так, больше ремешок попадает на самую тонкую часть нашей ноги, получается, щиколотки, да, ноги ниже колена, тем изящнее будет выглядеть эта обувь. Не вся обувь такова, хотя визуально кажется, что вся такая обувь, она между собой похожа. Изначально Стюарт Вейсман делает подобную обувь. Она идеально носится, она очень и очень удобна. На мне же туфли манго. Я рассказывала, что купила их почти 10 лет тому назад. Это обувь-долгожитель в моем гардеробе, и манго выпускает очень удачные модели из года в год. Эта модель очень простая, сейчас она часто цитируется. Безусловно, Стюарт Вейсман был прародителем этой модели, который сделал эту модель популярной. И сейчас, повторюсь, можно найти и в бюджетном варианте, и в более дорогом, даже в более дорогом, чем у Стюарта Вейсмана, подобную модель. Каблук невысокий, но украшает ногу не меньше, чем 12-сантиметровая шпилька. На самом деле, этой модели я могу пить дифирамбы долго-долго-долго. Присмотритесь к этой модели, уверена, что она появится у многих-многих производителей в масс-маркете. Тоже, я думаю, можно будет ее найти. Сейчас я переобулась в полукеды белые. Мне кажется, что прекрасно сочетаются они действительно со всем. И единственное, что хочу обратить ваше внимание, что вот эта компоновка также неудачна по цветам. Ее можно было бы улучшить. Например, светлый тренч, светлый бежевый тренч смотрелся бы здесь гораздо лучше за счет, конечно же, контрастности. Вообще, считаю, что вот такие темные джинсы, они не очень удачны. Я бы все-таки в более светлый цвет уходила, они бы хорошо смотрелись с черным свитером, с черным худи, с черным свитшотом. И, соответственно, большую контрастность можно создать, потому что джинсы вообще, на самом деле, их достаточно сложно компоновать. Из-за того, что они имеют, как правило, потертости. А даже если потертости не имеют, то в районе швов создаются впечатления неоднородности ткани. Поэтому джинсы – это очень самостоятельный элемент. И джинсы сложно компоновать, потому что, на мой взгляд, к джинсам нужны прямо-таки очень-очень простые вещи. Например, простой пиджак, простой свитшот, простая обувь, потому что джинсы сложны сами по себе за счет своей фактурности, за счет также джинсового рисунка. Ну что ж, дорогие зрительницы, вот такой набор минимальной, на мой взгляд, обуви у меня получился. И я считаю, можно вполне обойтись и выглядеть классно и стильно весной и летом также, в особенности, если лето не очень теплое. На этом с вами прощаюсь, увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока!